Здравствуйте Владимир Вадимович! Зимние грузоперевозки подходят к концу и уже можно подвести их предварительные итоги. Сколько грузов привезено на данный момент и по каким основным направлениям их доставляли? Традиционно мы работаем на основных наших двух автозимниках это Усть-Кутска и на Кынском. На сегодняшний день все грузоперевозки по автозимникам закончены, машины выведены с автозимников. По этому зимнику примерно перевезено у нас порядка 75 тысяч тонн. Основная номенклатура грузов это дизельное топливо, селитра, ВВ, а также горная техника и запасные части МТР с Усть-Кутского отделения МТС. Владимир Вадимович, сколько единиц техники было задействовано на зимних грузоперевозках и как она себя проявила? У нас задействован весь транзитный парк был порядка 250 автомобилей. По техническому состоянию конечно большое огромное спасибо авторемонтным мастерским, которые обеспечивали коэффициент технической готовности согласно плановых показателей. Также хочется отметить огромное спасибо сказать водителям, которые у нас перевозили весь этот груз по автозимникам. Только с помощью их самотверженного труда нам удалось выполнить все производственные показатели, которые нам доводилось компанией. Как вы оцениваете состояние автозимника и в целом взаимодействие с дорожниками? Автозимник в этом году довольно неплохой был. Небольшие были замечания по зимнику Нюрбана Кын в начале зимы, но это как бы все все предположимо, потому что с начала года большие морозы были, то есть дорога не укатанная, только пробитая была. Но в дальнейшем МОАТ отработал на этом переделе работ и к окончанию зимника у нас был в довольно неплохом состоянии. По взаимодействию мы постоянно взаимодействуем с МОАДом в оперативном порядке, каждый день мониторим ситуацию на дорогах, связываемся с ним и трудные участки они у нас отрабатывают. Нынешние зимние грузоперевозки совпали с процессом реформирования. Отразилось ли это как-то на перевозках и вообще с какими проблемами столкнулись в этом году? Конечно отразилось. В конце года очень большое количество работников, в том числе и водителей, у нас сократилось предприятие. С 1 января у нас образовалось новое предприятие ООО «Моздуртранс». Конечно были и организационные моменты, которые нам приходилось решать на ходу. Было принято решение о принятии водителей, о наборе водителей на грузоперевозке. Конечно не все нам удалось выполнить в полном объеме, но те производственные показатели, которые нам доводили, мы выполнили на 100%. Какие планы у предприятия на летний период и планируется ли пополнение автопарка в «Моздуртрансе» и какие-либо изменения в работе? На летний период у нас планируется работа в навигацию в речном порту по перевалке грузов в Ленское отделение УМТС для дальнейшей его передислокации на производственной площадке Айхала удачного и мирного. Особых таких грузоперевозок у нас не предполагается. Единственное то, что было принято сейчас решение, это опережающий завоз грузов на северные площадки. Это связано с тем, что пик наших грузоперевозок падает на первый квартал, на зимние перевозки. И техники, людей не хватает для выполнения производственных показателей. Поэтому мы сейчас обкатываем это как бы у нас проект в летний период. Владимир Владимирович, как сейчас обстоит кадровый вопрос самый проблемный в «Моздуртрансе» на текущий момент? На текущий момент практически все основные вакансии у нас заполнены, в том числе и временных водителей. Сейчас проблем с подбором кадров нет, то есть укомплектование автоколон практически в полном составе. Какие сейчас самые острые вообще моменты в предприятии? Какие самые проблемы на насущные вопросы? Проблемы они всегда одни и те же. Это ремонт по окончанию зимников, потому что на зимниках автомобили работают в очень неблагоприятных условиях, в тяжелых условиях мы их не можем в полном объеме обслужить в должным образом. Поэтому по окончанию зимника это традиционное наше ремонтное производство, у нас ремонтники, очень много работы им приходится делать. Ну а основное сейчас, конечно, гололед, неблагоприятные погодные условия дорожные, то есть вносит свою лепту в эти перевозки, то есть сокращается время, вернее увеличивается время круга рейса на плече, в машины приходят грязные страсти, прежде чем обслужиться, надо помыть их, а потом уже только обслуживать. В связи с большим объемом работ ремонтных после зимних грузоперевозок, какие ваши прогнозы на летний период? Все ли машины выйдут по плану на летние грузоперевозки? Судя по объему перевозок, у нас задействованы будут не все автомобили, часть автомобилей будет выведена из эксплуатации на летний период, поэтому будем использовать только часть машин, которые будут востребованы для перевозки грузов. Владимир Вадимович, часть техники встанет, у нас получается в боксы, не будет задействовано, что будет с водителями, которые работали на этих единицах техники? На этих единицах техники у нас работали временные водители, то есть сезонные, которые были приняты на период перевозок по автозимникам, то есть по окончании срока их работы они будут уволены. Владимир Вадимович, спасибо, что встретились с нами, всего доброго, до свидания. Спасибо и вам, до свидания.